АРТУР ЧЕЧОТКО Так, давайте вскроем ее и посмотрим, что же за артизаны такие у нас. Ну что ж, друзья, давайте знакомиться с этой колодой. Посмотрим до начала, что же у нас изображено на лицевой части. На лицевой части, как мы видим, у нас изображение очень такое красочное, яркое изображение пиковой масти. Оно сделано из таких вот золотистых оттенков и такие вот, типа, как ветви какие-то переплетенные между собой. В общем, смотрится очень шикарно. Кстати, должен заметить, что по своему дизайну артизан напоминают монархи. Тоже такой прям статный, такой прям дизайн. Прям все так золотом как бы так обделано. Ну, в общем, очень приятно держать в руках такую колоду. Итак, давайте присмотримся поближе. Значит, во-первых, должен заметить, что у нас это артизан Black Edition. Надпись Black Edition, то есть темное издание, да, черное издание. То есть у нас такая черного цвета коробчонка. И с золотистым цветом у нас сделаны надписи и выполнены различные рисунки. Итак, значит, Black Edition, темное издание, да. Далее идет само название карт. Артизан. Артизан переводится как ремесленник. То есть простой обычный ремесленник. Далее. Здесь у нас по центру изображен такой круг, где скрещены два молотка. Я так понимаю, это что-то вроде логотипа этих ремесленников. Далее написано The Guild of Artisans. То есть гильдия ремесленников. Да, снизу, значит, United States Playing Card Company. Ну, та же самая компания, которая печатает карты. И надпись Теория 11 на английском. То есть Теория 11. Ну, здесь снизу значок, надпись Трейдмарк. Значит, торговая марка. Вот. Снизу, как обычно, у нас штрих-коды. И с обоих торцов у нас надпись Made in United States of America. Ну, это где произведено. На втором то же самое. На крышечке у нас надпись Артизаны. И, как и обычно, конечно же, изображение, которое у нас присутствует на рубашке этой колоды. Изображение очень, хочу сказать, оригинально выполнено. Но мы посмотрим на него поближе на картах. Давайте откроем нашу колоду. Да, вот здесь вот на язычке, кстати, надпись такая красуется. Это латынь, переводится как «Через труд к вершинам». И значочек такой вот А и Г скрещенные. То есть очень так интересно смотрится в таком масонском стиле. Кто не знает, есть такое тайное общество масонское. Вот у них там циркуль и треугольник, по-моему, скрещены. Вот что-то такое напоминает вот эти буквы А и Г. Ну, это у нас как гильдия Г, да, артизан с ремесленниками. Ну что же, давайте откроем коробочку. Коробка у нас также черная вся внутри. И посмотрим на наши карты. Итак, первым делом, что у нас здесь идет, это, конечно же, карта. Рекламная карта, где изображена эмблема Теория 11. Какая-то надпись здесь и ссылка на их сайт. В общем, все как обычно в колодах. Далее у нас идет даблбэк карта, карта с двойной рубашкой. И потом пошла уже сама колода. То есть тузы, двойки, все как обычно. Ну, как обычно, сначала давайте начнем с джокеров из пикового туза. Итак, вот таким вот образом у нас выглядят два джокера. То есть они абсолютно идентичные. Что-то я поприсматривался, никаких различий я не увидел в этих джокерах. Все изображения одинаковые. Значит, давайте одного отложим. Что мы видим на этом джокере? Ну, во-первых, надпись, да, джокер, что это наша карта. Здесь вот посередине такой вот круг. В круге написано Джоли Джокер, то есть веселый джокер. И изображение самого джокера, который подкидывает мастерную. Спиковую, бубновую, крестовую, червовую. Также надпись гильдой ремесленников и United States Playing Card Company. Также, где произведено Made in United States of America. Вот такие вот у нас джокеры в колоде артизаны. Очень такие оригинальные, прикольные. Таким вот образом выглядит у нас пиковый туз. То есть пиковый туз, он изображен точно так же, как и пиковая мазь на коробке. То же самое у нас изображено здесь. Только у нас здесь изображены были молотки скрещенные. А здесь буква А и Г. Что, соответственно, Artesans и Г Гуилд. Гильдия артизанов. Гильдия ремесленников. Значит, то же самое у нас переплетение растений идет. Все это обведено черным кантом. Получается такая очень красивая пиковая масть. Надпись Artesans, ремесленник. Black Edition, темное издание. Торговая марка. Ну и здесь, по-моему, число, когда выпущена была колода. Так я понимаю, что это был август 2014 года. Вот такая вот у нас. Такой вот у нас красивый-красивый пиковый туз. Ну что ж, друзья, давайте заодно уже на нем мы посмотрим на рубаху. Что мы видим на рубахе? На рубахе мы видим такие же вот растенницы извивающиеся. И такие вот круги. В кругах у нас буквы скрещенные А и Г. То есть артизан, гильдия. Как я уже говорил, здесь Т11, то есть теория 11. И выполнена она рубашка в таких вот серебристом, точнее не серебристом, а в темно-золотистом цвете и черном цвете. Ну и, соответственно, оставлен белый кантик. Здесь вот так же надписи гильдия ремесленников. И здесь вот такие вот надписи на латыни идут. Здесь вот, если присмотреться, надпись Sign Labor Nihil. Sign Labor Nihil переводится как... Ну это латынь, переводится как Без труда не существует ничего. И вторая надпись. Эта надпись такая же, как на крышечке, на коробке. Per ardua et alta. То есть, через труд к вершинам. Очень похожая фраза есть на латыни, она переводится как через тернии к звездам. Там, по-моему, последнее слово другое. Вот такая вот у нас рубашечка. Очень-очень красивая. Как я уже говорил, эти вот эмблемы, вот эти вот хитросплетения букв напоминают эмблему вот именно масонского ордена. Тоже что-то такое загадочное, мистическое в нем присутствует. Ну что ж, посмотрим на саму колоду. То есть, сами цифры у нас выполнены точно так же, как и всегда. Масти. Точнее, не масти, а рисунки картинок. Посмотрим на классических картах. Давайте сравним с классическими картами. Возьмем, к примеру, из Bicycle School. Классическую расцветку, да? Давайте уже заодно червого короля найдем. Итак, для сравнения, опять же, смотрим. Колода Артизан у нас по своим цветам напоминает колоду Монархи. То есть, красные масти, они также выполнены более затемленными по сравнению с Bicycle School. Вот у меня для сравнения Bicycle School. Также желтые цвета заменены на темно-золотистые. Синие цвета также заменены на черные. Ну и, собственно, все. Черные остались черными. Желтые на темно-золотистые. Синий также черные. Ну и сам красный цвет стал более темным. Такой темно-красным. Такой придает некого такого шарма прямо этой колоде. Вот это вот такое вот одно отличие этой колоды. То есть, то же самое, как и в этих. Как в Монархах. Ну, а сами изображения карт такие же классические. Ничего не изменено. Обычные лица, только с другой расцветкой. Ну и красные масти, чуть-чуть затемненный цвет, этот цвет затемнен. Такой же валет, дама, такой же король, такой же король. Все то же самое. Абсолютно все то же самое. Да, эти карты, должен заметить, они чуть потолще. Чуть потолще, чем карты Монархи. То есть, Монархами как-то проще вот это вот все проводить. То есть, эти более такие дубовенькие. Они по своей жесткости напоминают байсиклы. Вот Монархи, насколько я помню, они такие прям помягче. Ну, тем не менее, карты тоже классные. Веерятся они хорошо. Лента все тоже раскладывается изумительно. То есть, скольжение, как обычно, на высоте. Я, кстати, не знаю, здесь не написано, какое здесь покрытие. Но я думаю, какое-нибудь... Ну, как минимум, Air Cushion, наверное, есть. Потому что скользят они хорошо. Ну, собственно, все эти карты скользят нормально. Вот такие вот у нас прикольные картишки, которые называются ремесленники. Ну что ж, друзья, если вам эта колода понравилась, то я дам ссылку на покупку этих карт. Оставлю эту ссылку в описании. Если вы захотите, то, пожалуйста, переходите и покупайте. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...